Друзья, всем привет! Устраивайтесь поудобнее. Это третья серия нашей компании французской в Bellum Cruises 6.3. И нам предстоит в этой серии провести две осады, завладеть двумя городами в двух вассальных графствах. Это Фландрия и город Брюге. И в Аверни предстоит завладеть Клермоном. Начнем с Фландрии. Осады будут тяжелыми, так как фактически мы будем воевать ополчением против достаточно элитных воинов. Так что придется призвать на помощь всю хитрость нашей стратегии и тактики. И попытаться сломить результат или ход сражения в нашу пользу. Казна у нас отрицательная. И, конечно же, для того, чтобы поддержать престиж нашего правителя, нам нужно будет хорошо отвоевать эти битвы. Итак, баланс сил 2 к 3 не в нашу пользу. Можем оценить сержантов в кольчугах. 5, 2, 14. Ну, против наших копейщиков, у которых статы куда ниже. 4, 10, 16. Ну, по кавалерии тут вроде то же самое, что и у нас. Только у нас, наверное, один отряд кавалерии лишний. У нас всего их 2, у врага 3. 5, 5, 6. Да, это куда мощнее наших лучников. Фламандские пикинеры. 3, 2, 3. Ну, вот пикинеры, конечно, может быть и еще уязвимая часть армии врага. Хотя трудно сказать. Так бы натиск кавалерии мог повлиять на ход сражения. Так, будь что будет. Ну, что, друзья, готовы к эпической битве? Морально я, конечно, готов. И сейчас будем... Главное, не спешить. В любом сражении полководца подводит торопливость. Эпическое сражение требует неторопливого, размеренного и... Очень внимательного подхода. Интересно, какую тактику избрать для осады? Ну, наверное, буду делить войска для того, чтобы разделить армии противника и искать слабую точку проникновения диверсионного отряда. Эта тактика работала в Изенгардской, в Гондарской кампании, когда играл в судьбу Средиземья. А может быть, эта тактика хорошо сработает и сейчас. Хотя, стоит учесть, что у врага три отряда кавалерий, и он может ими воспользоваться в любое время. Так, три отряда копейщиков и один отряд лучников. Сюда выделим. Можно даже не один, а два отряда выделить сюда. Итого получится пять отрядов с одной стороны, четыре отряда с другой стороны. Нужно добавить, наверное, один отряд еще сюда. Для того, чтобы уравнять приблизительно численность наших группировок. Так, таран меня устраивает. Можно даже немножко... ...разомкнуть строй. Ну что ж, настало время начинать битву. И перед тем, как что-либо предпринять, давайте посмотрим расстановку сил противника. Арбалетчики встречают наш таран. Тут же на стенах как и арбалетчики, так и вражеские пикинеры. Да, кавалерии вступить отсюда будет нереально. Какой участок для нас открыли противники? Они открыли для нас свой правый фланг. На левом фланге стоят сержанты в кольчугах. Ну, наши копейщики не ровнее им на стенах, поэтому пока что отправляться туда мы не будем. Кавалерия у них на подхвате, если что. Итак, первое, что мы сделаем. Так как здесь ломиться бессмысленно, можем, наверное, отвезти нашу кавалерию отсюда. Наш правитель медленно, неспешно пусть отправляется сюда, как, в общем-то, и второй отряд кавалерии. Зажимаем shift и можем дать команду на выполнение. В результате чего отряд будет выполнять действия последовательно. Ну что ж, первая диверсионная группа отправляется в свой прорыв, и дабы у врага не возникло желание ей помешать, давайте изобразим определенный вид деятельности. Как бы отвлечем противника, чтобы он был занят нашими перемещениями и не обратил внимания на движение нашей диверсионной группы. Да, конечно, если посмотреть на статы наших копейщиков 3-6 против вражеских 16 защиты и 6 нападений, это, конечно, огромная разница. Так, спешить мы не будем, дабы не терять мораль. Здесь, если мы и сможем победить врага, то только за счет очень расчетливого действия, за счет работы наших лучников и за счет того, что мы будем беречь нашу мораль. Враг активизировался, он понимает, что эти стены он нам не отдаст. О левом фланге мы пока что можем забыть. Ну что ж, теперь настало время ускориться. Нам очень важно завладеть вратами и, может быть, даже прорваться на площадь, тем самым внеся смуту в ряды вражеской армии. Так, тут у нас два отряда лучников. Подведем как можно ближе один из отрядов. И отряд копейщиков тоже. Один из отрядов лучников будет на всякий случай, можно даже сюда их подвести, контролировать подход противника, если что, издалека будет их обстреливать. А противник, кстати, отправил сюда группу. А что ж такое? Вот я, например, приближу своих воинов. Может быть, вы остановитесь. Понятно, они заметили наше передвижение и решили на них отреагировать. Можем ускорить нашу кавалерию. Может быть, они нам здесь пригодятся быстрее. Давайте, ребята, давайте, давайте, поспешим. Лучников отправляем в первую очередь, когда вражеские... Кто там у вас? Оруженосцы в кольчугах, что ли? Подойдут, лучники должны быть уже на стенах и поливать их стрелами. Также очень важно копейщиков ввести. Так, ну успеваем. Можно не спешить. Теперь Копейщики, копейщики. Каким путем? Ага, пойдете этим путем, соответственно, будете, наверное, отправляться. Так, прежде всего. И ускорьтесь. Ускорьтесь, друзья! Вы мне очень нужны. Я смогу даже поработать своей кавалерией. Остановив копейщиков на какой-то момент. Давайте, 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 давайте. Жду, жду вас. Подводим еще копейщиков. Лучников пока не трогаем. Они близко. Берем под контроль врата и начинаем маневр отвлечения нашей кавалерии. Ага, вон там уже движение началось. Остановились. Сейчас будем внимательно краем глаза следить за тем, что они будут делать и подведем лучников для обстрела. Они ринулись на нашу кавалерию. Кавалерию, соответственно, отводим. Остановились. Ауч! Как хорошо! Показались вражеские арбалитчики. Правда, я немножко этот момент пропустил. сменим цель. Кого сюда еще отправили? Осторожнее с нашим полководцем. Сейчас очень важно, критически важно буквально ослабить вражескую мораль. Заставить их дрогнуть. Так вот у нас сброд произошел, но зато уничтожим один отряд. Силы равны. Подводим побольше наших воинов сюда. Может даже разбежимся и с натиска ударим. Ладно. Давайте продолжайте обстрелы арбалитчиков. А мы пока что поработаем с сержантами в кольчугах. Следим за перемещениями. Вражеские армии пока в недоумении. Не знают, что им делать. Смяли частично врага. Враг попытался скрыться на стенах. Но я надеюсь, его мораль близится к нулю и скоро они побегут. Есть! Замечательно! Первый отряд обращен в бегство. Сейчас не теряем времени. Нужно заставить дрогнуть вражеских арбалитчиков. А бегущих сержантов добиваем, чтобы они не смогли отправиться на площадь и восстановить там свою мораль. 59 их. Но мы знаем, что у них и атака мечами тоже очень сильная. Сейчас важно создать перевес сил в этой области. 4 на 12%. Но пока что мы врага давим. Два отряда он потерял, легкомысленно отправив их на правый фланг. И оставил нам стены. Отводит еще один отряд, кстати. Давайте подведем поближе наших нашей лестницей и будем готовить вторжение вторым диверсионным отрядом тоже. Создаем столпотворение. Лучники практически израсходовали боезапас. Это плохо. Кавалерии попытаемся перехватить отряд. Может быть удастся с натиском атаковать их. Есть. Заставили врага дрогнуть. Минус один отряд арбалетчиков. Все это в нашу пользу. Ловим противника 4 на 18. Так-то лучше. По нам открыли огонь. Отводим наши лестницы. Тут можем прорываться. Ого. Ладно, отойдем. Тут разгона не получится, зато хороший разгон получится здесь. Давайте врага немножко смутим, заставим его оставить позиции на стенах. А ну? Французская кавалерия. Лучшая кавалерия запада. Сен-Дени. Мы захватили город. Так. 60. Ну что ж, определенный успех есть. Атаки. Но, конечно, смести полностью нам не удалось. Десятки трупов есть. Так. Враг кавалерию свою подводит. Естественно, нам нужно убегать. Давайте, давайте, друзья. Уходим, уходим. Наша цель была просто заставить врага сместить акценты. Так, еще десятерых убили. Разгоняемся. Враг отправляет свою кавалерию на площадь. Еще один натиск. копейщиков спускаем всех. Сорок. Отводим еще для натиска. Раз за разом. Ну что ж, стоит отдать должное. таки кольчуги играют свою роль. Убивать их очень сложно. Хотя мы не потеряли еще ни одного всадника. вау. Отходим. Это очень опасное предприятие. Тем более они выставляют еж против нас. еще 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 один натиск. Начали работать наши лучники. Смотрите как они быстро выставляют еж. Успевают до атаки 20. Что ж, можем отойти и в принципе погиб первый наш всадник. Доработают наши стрелки. Да и ни один погиб. Ух ты, арбалитчики ведут стрельбу. Надо их выкосить. 6 на 28. Неплохо. Только так выкосить, чтобы при этом не погиб наш полководец. Они под защитой вражеской кавалерии ведут стрельбу. Залпа пока не видно. Успею, не успею. Успел. И отводим какую-то часть арбалитчиков удалось уничтожить. Враг дрогнул и сейчас будет убегать. Охрана полководца отправилась. Естественно переключаем огонь на нее. И отправляем наших копейщиков. Такие диверсанты работают хорошо. Отводим, отводим, отводим. зажимаем вражеского полководца. Сейчас очень важно с ним справиться. Я надеюсь удар в спину позволит отводим нашу кавалерию дабы не потерять. Как все складывается в нашу пользу. Да, пока все складывается в нашу пользу. виден. Итак, теперь наша задача проникновения второй диверсионной группировкой. Даже можно сказать чуть-чуть мы опоздали с контролем этого момента. можно штурмовать кстати врата. Бросаем лестницы, они нам не понадобятся. И выставляем копейщиков тут. Заставим врага поволноваться. Ну что ж, наши копейщики должны зажать вражескую кавалерию и по прошествии какого-то определенного времени справиться со всеми всадниками. Следим. Бездействуют арбалетчики. Собрались все вражеские отряды защищают площадь. вассал за то, что отказался вассал Фландрий сразу признать корону копейтингов будет убит. Вот он гад по-моему сражается. Это его знаменосец. Хотя тут тяжело понять кто предводитель. но мне кажется вот этот рыцарь. Я верю в своих копейщиков. Верю, что они справятся. Можно конечно помочь нашей кавалерии, но мне кажется отчего-то что она будет лишней. Есть! правильную ставку я сделал. Вражеская мораль будет подкошена. Добьем арбалетчиков. Враги зашевелились. Чувствуют, что идет осада вражеских ворот. Надеюсь, мне дадут возможность добить арбалетчиков. Они перезаряжаются. и я молюсь, чтобы у них не хватило времени на выстрел. Но боюсь, не получится. Часть таки залпует. 20, 15, 9. Добивайте, добивайте, чтобы ни одного кавалерия. Отходим, 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 отходим. Вступать в бой с вражеской кавалерией нельзя. Ни в коем случае. Можно приманить ее. Если она пойдет следом, тогда можно будет опять их зажать. Есть. Идут следом. Допускают ту же самую ошибку. Подготовим для них капкан. Нет, остановились. Может, тогда удастся лучниками пострелять хотя бы часть вражеской кавалерии. У них еще два этих отряда есть. Да, падают. О, как хорошо. Есть. Врата пробиты. Теперь да, теперь действительно наш черед. Ну, что ж, копейщики, зарабатывайте опыт, это кавалерия ваша. Они бегут прекратить огонь. Если на площадь отправится только один, это не страшно. А где еще один отряд вражеской кавалерии в ожидании сомкнуть строй фактически вторая группировка нам и не понадобилась захватить врата и обойдем площадь. Теперь самая сложная задача. У нас нет мечников, которые бы справились с фламандскими пикинерами и мы решать вопрос с ними будем нашими копейщиками и, конечно же, нашими лучниками. Очень устали наши воины. Обессилели. Элита, конечно, разогрета. Элита чувствует себя лучше. Пока не буду проникать, хотя можно было бы отвлечь рыцари в кольчугах, зажать их опять в кольцо. помним, три отряда очень хорошо справляются с одним отрядом кавалерии, если окружают его со всех сторон. Итак, наши потери 13%, потери врага 45%. Неплохой счет, будем действовать так же победим. Ну и нам не жалко терять наших воинов, потому что это дешевое ополчение. Наверное, самый хороший момент проникать в поселение, иначе кавалерия просто посчитает наших лучников легкой добычей. Подведем поближе, чтобы у наших лучников было прикрытие. Проникаем за стены. Так, ну что, один отряд копейщиков сюда, один отряд копейщиков сюда. Тоже нужно заранее создать что-то вроде засады. один отряд лучников сюда. Ну и следим за тем, что у нас здесь происходит, и особенно за кавалерией. Достреляем боезапас пикинеров. Луки это пока что наше единственное самое эффективное оружие против них. Есть! Кавалерия нападает на наших копейщиков, а мы безусловно зажмем ее и ударами в спину. Пока все складывается в нашу пользу. Да, пока что все складывается в нашу пользу. Так враги чувствуют наши маневры. что-то пытаются предпринять. Мы уже я думаю мы разобьем остатки противника. С кавалерией мы покончили. Один кавалерист остался. Но спешить продвигаться вглубь площади не будем. Побережем наши армии. Будем действовать сейчас исключительно лучниками. Пусть набивают опыт. А потом просто зажмем остатки. Просто пикинеры достаточно сильны и могут нанести немалый урон. Кольчуги. из-за кольчуг они конечно менее уязвимы. Показались пикинеры. Меняем сразу область огня. Эти пусть сохраняют дистанцию. Приманиваем пикинеров. Если удастся приманить сюда, то опять же удастся зажать из двух сторон. Желательно как можно больше противников пастовую. Кавалерия. Нет добитки. 20 моих стрелков положила. Отходим. в принципе в принципе ай-яй-яй нет не хочу я сейчас с вами драться. Выводим наших лучников отсюда отправляем копейщиков. пикинеров зажали и расстреляли. Справимся с этой группировкой войск и сможем ударить врагу в спину. Пикинеры отходят. Кавалериста убили. У вас есть еще боезаряды. Вот их используйте. смотреть врагу в лицо это обязательное условие. Сержанты в кольчугах не дают действовать эффективно постоянно смущают. Давайте их уничтожим. А вот они уже и бежали. подойти поближе. Копейщиков пододвинем поближе тоже. Это будет последний наш обстрел. Затем будем действовать более агрессивно. Так пикинеры схватились с нашими копейщиками. Заставим их бежать. расстреляем арбалетчиков и пора отправляться на площадь давить противника. Если ударим сейчас спину правда вот здесь нам таки закрыли проход противник пытается защитить площадь любой ценой. Проход на площадь только с трех сторон. Вот и начинаются наши потери. 23% на 63%. пошатнувшиеся что же может снизить вашу мораль. Заставить вас бежать. Рьяные. попытаемся обойти если зайдем врагам в спину к примеру здесь и здесь то тогда сломим их боевой дух а сражаться с теми кто на площади смысла не имеет потому что у них мораль и так залучено рак потерял половину бойцов с близкого расстояния их просто расстреляем сможем увернуться ну давайте 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 я вас верю не зацепиться стойки даже верят в свою победу ну вот что значит превосходство по качеству по качеству они конечно нас превосходят 29 на 69 еще один отряд копейщиков подспевает их можно отправить добивать остатки победа неизбежна ребята даже верят в свою победу вот это мы потеряли копейщиков 30 на 71 силы равны только сейчас при таком значительном перевесе с нашей стороны окруженные они начинают считать что силы равны уничтожайте их уничтожайте они будут стоять до последнего 14 осталось ну что ж подведем поближе поражение неминуемо мы захватили город как же надавить на вашу мораль что сделать чтобы вы бежали у вас уже и полководца нет у вас фактически ничего не осталось тем не менее совершенно не хотят отступать те кто на площади понятно они не отступают потому что у них мораль высока поражение практически неизбежно вот теперь они колеблются есть все проломили ход сражение отправляем подкрепление увеличим нашу массу присутствие так сказать а этих я думаю мы просто даже достреляем боезапасы есть поднять уровень наши воины смогут возможно еще пятеро остались трое все больше никаких залпов добиваем остатки и будем праздновать победу 40% погибло 40% потеряно интересно сколько это в количестве учитывая что наша армия насчитывает больше 3100 человек за счет найма нескольких отрядов даже больше 3300 это два отряда лучников плюс 102 это 204 и один отряд мечников залп все победа за нами это великая победа навсегда войдет в историю первая французская победа 470 воинов потеряно д'Алсейк повержен один из вассалов фландрия можно сказать подчинилась короне династии капитингов охрана полководца получила опыт потери нанесено 137 вражеских солдат убитых все остальные ну еще хорошо крестьяне с луками справились 94 крестьяне с луками копейщики нанесли мизерные потери врагу но показали себя как отвлекающие бойцы да и как мяско в общем-то в бою гнев ничем не хуже отваги минус одна осада это значит положение с казной будет исправляться и самое главное что мы не отдали этот портовый город священной римской империи занять поселение население истреблено награбить давайте займем поселение ничего строить не можем вот кстати еще одна приятная особенность мода новый человек в свите еще один последователь присоединился к свите этого человека людям свойственно следовать за теми кто значительнее их сокровища вражеского генерала исчезновение вражеского генерала посеял ужас в рядах охранников отвечающих за сохранность казны после известия о поражении они пустились на утек дабы избежать плена или смерти а в казне кажется не менее тысячи безантов плюс один мораль всех войск минус 5 к скорости передвижения минус один к личной безопасности от того как ведет ваш предводитель себя на поле боя и будут зависеть характеристики которые будут ему выданы если будем геройствовать как мы то получим плюс к морали но минус к личной безопасности и минус 5 к скорости передвижения то есть негативные и позитивные характеристики для того чтобы деньги появились в казне отведите этого генерала в свою столицу то есть нашему королю следует просто отправиться в париж и наверное на следующем ходу появится это 1000 вот это сокровище вражеского генерала последим на следующем ходу плюс 1000 казну заработали ну и казна обещает быть положительной искренне на это надеюсь что ж объединим наши отряды плюс расходы на армию поуменьшились 5600 вернулись точнее к своим изначальным статьям и давайте будем думать куда нашу армию отводить наверное в сторону Испании все-таки здесь нас ждет еще осада Леона ну а здесь я так понимаю нет ребельских больше замков и поселений и графств с которых можно брать налоги присоединять к казне кстати 1199 даже больше от брюги доход чем от Реймса гильдия ткачей и красильщиков увеличение количества товаров с конца 10 века производство тканей из шерсти стало самым важным занятием после сельскохозяйственной деятельности как для многочисленных рабочих занятых в этой отрасли так и для коммерческих структур хотя овцеводство было распространено во всей Европе но не вся шерсть ценилась одинаково поэтому крупные фламандские и тосканские производители тканей импортировали сырье из Прованса Северной Африки Испании и Англии шерсть снята обезжирена расчесана начинается ручное прядение колесная прялка появилась только в конце 13 века как только произведена пряжа на сцену выходят истинные мастера текстильной промысленности ткачи после изготовления ткани следует мойка и валяние чтобы увеличить мягкость продукта так же как и ткачи красильщики объединены в цеха и корпорации они продолжают работу начатую ткачами обрабатывают ткани квасцами сульфат алюминия и калия привезенными из Анатолии затем переходят непосредственно к окраске растительными красителями получаемых из водорослей и морских микроорганизмов шафрана марены красильной вайды красильной и индиго преимущественно говорится о дорогостоящих красителях привозимых с Дальнего Востока поэтому важно торговцы туда отправить чтобы получать большие прибыли что ж опять же наверное оставим лучников по-любому забираем отсюда как и кавалерию оставим несколько отрядов копейщиков охранять порядок общественный сейчас посмотрим выдержат да выдержали все нормально с порядком ну и по сути остается осада одного из важнейших городов графства Аверн Клермона но видимо эту осаду мы проведем в следующем видео так как она займет много времени король Людвиг Людовик седьмой почитаемый доказал свое умение в управлении городом или на поле боя плюс два авторитет замечательно надеюсь престиж тоже возрастет победы будут приводить к росту престижа и будут давать определенные полезные характеристики в пятом шестом веках практически вся территория Галлии нынешней Франции оказалась под властью франков под властью королей из династии Меровингов оказались и франки оставшиеся в Германии восточные или репуарские франки столицей Меровингов с 561 года был Мец последним представителем Меровингов считается Хельдерик Третий правил с 743 по 751 умер в 754 году с 751 года франкским государством правили Каролинги несмотря на то что они с 800 года назывались римскими императорами столицей Каролингов был город Ахен в 800 году король франков Карл Великий провозгласил себя римским императором под его властью были вся Германия Галия и Северная Италия с городом Римом у францкого государства была еще область вне Галии на юг от Перенеев испанская марка Карла Великого В эпоху В эпоху распада монархии Карла Великого вполне обнаружилось различие в языке между восточными и западными франками Когда сыновья Людовика Благочестивого Людовик немецкий и Карл Лысый заключили между собой в Страсбурге Союз в 842 год то вынуждены были принести клятву друг другу перед своими воинами на двух разных языках романском и германском В следующем за тем году последовало выделение Франции в отдельное королевство 843 год С этого времени и начинается история собственно Франции 843 год нашей эры И об этой истории мы подробнее поговорим в следующем видео Так удалось ли нам положительно повлиять на мнение престижа наверное мы узнаем в следующем ходу первая наша победа и первое захваченное нами поселение первая добавка к сельскому хозяйству налогом и торговля уже подпирает тысячу коррупции все еще нет что ж друзья на этом я буду с вами прощаться и до следующего видео оставляйте ваши комментарии кто не подписался подписывайтесь